Кончилась мировая война Стою с автоматом на пороге новой эпохи и думаю, какую могучую и темную силу мы победили, будь я проклятым. Передо мной проходят войска, товарищи мои. Я пропускаю их как командующий, хотя и не генерал, конечно, и не маршал, простой сержант Иван Орлюк, колхозник с преднепрови, обыкновенный, так сказать, победитель в мировой войне. Но поскольку нашего брата полегло в боях за освобождение народа от фашизма, как никаких других солдат на свете, громадное, будем говорить, количество, и сам я лично против боя врага и труда понес. Немало я, рожденный для добра человек, должен как-то представиться моим современникам, друзьям и врагам всему миру, вместе с моим женою, с отцом и с матерью, со всем, как говорится, домом, с колонезем, из которого я пил когда-то воду, с садом, с огородом, где познала первые мозоли на руках, словом, со всем моим родом и судьбою. КОНЕЦ В осеннюю ночь сорок первого года прощания шумели над Днепром. Отцы и матери прощались с детьми, мужья с женами, братья с сестрами. Разлучалась любовь с любовью, надежда с надеждой, прощалась несбыточное замужество, неосуществленное материнство. Был ветер в ту ночь. По небу проносились тревожные тучи с запада, с германской стороны, и пахло трупом и пожаром. Прощались торопясь, и, подавив тоску, уходили быстро, словно вдогонку за своими необычайными судьбами. КОНЕЦ Отведи, Господи, руку смерти от моего сына-воина, Иваном зовут его моя доля, Орлюком Иваном, а я его маты. Стою на зорях вечерних и утренних, заклинаю дороги, Стою в полуночи над бездой печали, Або не взяв его ни меч, ни огонь, ни вода. Сын мой! Защита моя! Подсудимый Иван Орлюк, у вас при аресте среди вещей нашли вот это. Что это? Отвечайте, что это? Земля. Какая? Украинская. Так. Вы были комсомольцем? Да, я и есть комсомольцы. Допустим. А для чего это? Это я взял на память, когда покидали Украину ночью. На заре одна женщина плакала и говорила, что это конец Украины. Ну, украинцы, сказали, мне жаль. Ну? Ну, так я тогда отошел в сторону. Встал на колени и сказал, прощай, Украина. Еще что сказали? Больше ничего. Сейчас вспомню. Кажется, все. Так. Продолжайте. Можете продолжать биографию? Только покороче. Так вот я и говорю, что когда мы убирали сенокоз, мы ходили вокруг стогов по семенам. Все свое детство я ходил по семенам. Они были у нас везде, куда ни повернись. В оршках, в узелочках, на жердях в сенях, в сарае под крышей, в бочках, в мешках. Я часто спал в семенах. В ржи, в росе и горохе на печке. Я люблю запах семян. Я в семенах вырос. И мать меня родила тоже среди семян. Нибе подкопнули. Кого я? Это очень важно, я вам объясню. Вы лучше сразу расскажите о своем преступлении. Как вы убили двух своих товарищей? Которые тоже, очевидно, выросли среди семян. Так я же им сказал, нельзя, говорю, так подло рассуждать. То есть я так подумал. Что именно? Ну вот о том, что они говорили. Но вы не имели права их расстреливать? Не имел. Значит, вы признаете себя виновным? Нет. Я же вам объясню, я что говорю, да? Отвечайте на вопрос точно. Вы убили. Я их расстрелял. Перед расстрелом я спросил разрешение. У кого? У капитана Кравчины. Капитан Кравчина не имел права разрешать? А он не разрешил. Разорвалась с мира и он упал раненый. Тогда я уже сам расстрелял. Вас никто на это не уполномочивал. Почему вы не признаете себя виновным в убийстве двух товарищей? У меня сердце бешено. Отвечайте, да или нет. Я не могу этого сказать. Вы стоите перед военным трибуналом. Вы будете расстреляны? Скажу. Говорите. У меня у самого тогда тоже появилось немного их чувства. Оно как бы по воздуху перелетело на меня. Это меня так как-то обидело. Я рассердился. А думать уже было некогда. А потом зимой, видите, сколько осталось. Так. Ну и что вы сказали? Я с тобой прощаю, Кравдина. Смерть фашистским оккупантам. Еще там кое-какие слова. Потом? Потом мы взяли вот это. Потом, я вижу, они бросили это. И так как-то... Я тогда им говорю. В общем, стали разговаривать. И я понял, что я и не расстреляю этих гадов. Или клятвие мои грозцы наедом и не вернусь. Потом уже на другую ночь, когда фашисты прорвались, я вижу, они все, но... Так я-то за автомат. Стой, говорю, предательный доза! Дорогой мой, как защитник Родины и коммунист и судья, я прошу как следует понять то, что я скажу. Если вы были даже моим единственным сыном, все равно пойдете... Стой, урод! Хоть три дня побьюсь. Пожалуйста. Три дня. А дальше хоть смерть? Будь ласка. Глупый вы человек. Фамилия Орлиная, глава дурная. Недалеко вы ушли от тех дураков, которых сами постреляли. Нет, дорогой... Товарищ! Подождите. Товарищ судья! Подождите. Товарищ судья! Товарищ судья! А про семена вы хорошо говорили. Я верю, что рано или поздно, но вы, Орлюк, еще будете сеять над Днепром эти семена. Так вы за семена не обиделись? За семена нет. Я так люблю сеять. Люблю пахать, косить, молотить. Но больше всего люблю сеять, сажать, выращивать, чтоб произрастало, когда я старухий, и рука у меня, товарищи судей, такая легкая. Вот нигде было так не родило, как там, где я. Медаль получил на выставке. Я ведь на агроном учился. Да! Пошли! Пошли! Наши! Как я завидую летчикам! Не попал я в летчики. Огонь на меня! Огонь на меня! Почти мой пуска! Я ласточка! Я ласточка! Огонь на меня! Огонь на меня! Огонь на меня! Огонь! 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 Огонь на меня! Огонь на меня! Я ласточка! Огонь! Отой! Отой! Пусть мою команду! Пусть мою команду! Давай, галасточка! Машистный галдов, давай, галасточка! Давай, я путь не кладу! Стоём! Удирай, потацай! Огонь! Пусть мою команду! Вз building! Взголубь! Огонь! Взголубь! Взголубь! Поехали! 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 КОНЕЦ 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 Иваночка вернулся. Иваночка, ну скажи нам что-нибудь. Отчего на тебе-то такая белая сорочка? А я сегодня переходил во второй класс. Но там же война, где ты был. Война, мам. Там всё, весь мир. А видно... Горит. Горит, мам. И видно, растолит вперёд. Иван, Иваночка, Иваночка вернулся. Иван, это ты наш Иваночка. Теряю чувства. Уляну. Ты, Иван, живём. Живём. Обыкновенная рана. Ух ты, тебе. А ну держи, зажимай кровь. Не оставляй, Степан. Не слышу, глухой яд. И давай милич на землю. Держи на рогах. А ты сопротивляйся. Топчи её. Чего? Мы, Стёпа, топчу. Топчи, не сдавайся. Топчи, и мы ещё себя покажем. Иван, поверь моему русскому славу. Стой, душ! Директор школы Василий Маркович Рясный не был простым учителем. Просвещение народа было потомственной деятельностью в его роду. Портреты Чернышевского, Писарева, Добролюба, Ушинского, Шевченко, на которых воспитывались целое поколение народного учительства, чтились в его доме, на лиду с портретами Маркса и Ленина. Изгнанный в числе гетманских недобитков из Украины в 18-м году, Евген Грибовский стал известен контрразведкам многих держав. Кумиваежор террора, как звали его в соответствующих кругах, сеял ненависть к правительству своего народа, маниакально мечтая о походе на Украину. Это был уже минус человек. Немецкие фашисты не верили ни одному его слову и презирали его, как человеческий ссор. Князь Святослав ходил легко, как барс. Он никогда не брал с собой в походы вазов. Ни мясо не варил. Но, изрезав конину, или зверину, или говядину, пёк на углях. Ни шатра не имел, ни постели. Это моя дочь. Господин комиссар, прошу вас в следующий класс. Все хорошо. Здравствуйте. Пойдемте. 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 Продолжайте. Господин комиссар хочет послушать вашу лекцию. Продолжайте. Пойдем уже-то. Пойдем пройдем. Пойдемxt. Тысячу лет тому назад. Когда в 972 году печенежские орды окружили князя Витязя у днепровских порогов, и он увидел, что выхода как будто нет, он все же нашел для себя и для дружины выход. Когда все были ранены, и мечи притупились, и печаль уже звала к побегу с поля боя, он сказал, воины, не посравим земли русской, ляжем здесь костьми, мертвые сраму не имут. И тогда ответила ему дружина. Князь, где ты свою голову сложишь? Там мы, в Икраине, в Божьем! Смерть фашистским оккупантам? Встать! Аминь! Встать! Капитан Комиссар, это только урок, это урок нашей древней истории. Вы получите урок новой истории. Я уважаю женственность. Хотя вы заслушиваете пули или беревки по имперским законам. Я не нуждаюсь в вашем прощении. Господин Комиссар, вы не знаете, что я не комсомолец. Вы не смеете так говорить. Ульяна Васильевна, скажите, что я не комсомолец. Вы? Конечно, нет. Нет, нет, какой же вы комсомолец? Господин Комиссар, вы все равно, комсомольцев или нет. Вы все сегодня поедете в Германию. Но ведь мы учимся. Вы не будете учиться. Вы будете работать. Глупо учиться в селе. Да, но позвольте, это невозможно. Это ошибка, я не верю. Германию, Гёдер, Шиллера. Останьте, это без так. Останутся три группы младших. Мы учитель Мандрыка. Мандрыка? Нет, нет, это невероятно. Я вас прошу, переведите ему. Господин Комиссар, вас неверно информировали. Наше село не то, что вы думаете. За годы советской власти здесь выросло много интеллигенции. Инженеров, педагогов, врачей. Ученые, химики, агрономы. Вы поймите, ведь у нас... Нет, вы не понимаете, что вы говорите. Вы дурак. Я сказал, что они не поедут в Германию. Нет, нет, это я им сказал. Неправда. Василий Маркович этого не говорил. Он клевещет на себя. Вы должны понять, что вас завоевали. Комиссар говорит, что вы были осторожны в выражениях. Вас могут покарать. Прошу тебя! Я сказал, что он может считать себя повешенным, а вы пониженным в чине. Курбатский. Бей! Не срубай! Не срубай! Что? Товарищи, бежим! Слышите, куда бежать? А нет, перестаня. Теперь оно надо прорываться. Не срубай! Подожди, бей! Кай! Дай поблагодарить палача за веревку. Ты не бойся, я не ударил. Не подходи ко мне, слушай. Нет, это ты послушай. Слушай и запомни, куда ты пришел. Я же воевал! Нет, это тебе только кажется. Ты смещен! Я свободен. Слышишь? Переведи ему, мерзавец, точно. Я свободен, я и мой народ. Я уничтожу половину твоего народа. Но другая половина уничтожит тебя. Я убью тебя! Я сам знаю, но и сам ты здесь умрешь. Но прежде чем умереть, ты проклянешь того, кто поставил тебя на путь смерти. А, не трудись. Ты не можешь меня оскорбить. Я слишком презираю тебя. И чтоб показать тебе это, я плюю тебе в лицо! Придеть их! Ну что ж, прославь меня ужасом. Это старая украинская смерть. Ты смешишь? Сажай на пол! Поднимай высоко! Чтобы все потом не видели, как призываю я твои дела! Ульяна исчезла неизвестно куда. Говорили потом, что когда ее привели в комендатуру на допрос, она, словно повинуясь вдохновению, посещающему человека раз в жизни, застрелила двух офицеров гестапо и двух солдат. Говорили еще, будто она спряталась у доктора Вирского и доктор обезобразил ее лицо до неузнаваемости чудовищными лишаями, а руки покрыл чесоткой, чтобы никто не мог не узнать ее, не схватить ее за руку. Сколько ни хожу в контратаке, кроме раздражения и зла ничего не чувствую. Волосы замерзают на голове, язык не слушается, каменные бабы вдавливают вас в землю и земля дрожит и вооружится. Ведь тянет тебя, тянет, тянет. Докажет и подымись, если ты приумей. Туда приходит такая секунда, когда один уже из роты, не знаю, он там или я, вскакивает в проклятие всеми миру. И уже юра, получается, а непонятно что, ревище. Точно. А позади тебя вся Россия. Воздух на тебя, вставай. Вперед, все поприлим, вставай. Тряй секунды. Секунды не терять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Убивайте! 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 Ки Берлин! Говорит Берлин! Хай! 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 Партизан и всех действующих вместе с ними приказываю плен не брать и не расстреливать, но исключительно вешать! Молодец! Вот это боец, я понимаю! Живет! Под хлороформом из-под ножа подает сигналы! Говорит, дерьмо, мы любим вас за жертвы! Мы восхищаемся вашим героизмом! У нас каждый ребенок восхищается! Только помните, нацисты столь жестокий, столь и коварный! Они уже внушают вам антипатию к нам за то, что якобы мы щадим свою кровь, не залея вашей! Выходи на войну! Убить! Передубить! Живи, дорогой мой! Живи хоть до 100 лет! Говорит Москва! Братья и сестры! В этой гигантской борьбе двух миров решается судьба человечества! Будет ли развиваться наша культура или погибнет? Вместе с нами! Будет ли Украина свободной Советской Республикой? Или исчезнет и превратится навеки в гитлеровскую колонию? Нет, извините! Здесь уж командую я! Так, держите! Так, следующий! Принимаю командование! За мной! Вперед! Ура! Принимаю командование! Сплю! Куда тянете? Живой! Клади назад! Они лежали на печи. Демид и Татьяна Орлюки. Старая печь уже не грела. Все село до самой реки было выжжено, а на заречи полно в хатах оккупантов. Уже мы немцы теперь. Вот так. И дети наши пропали. Будут бродить по чужим государствам. Да что ты, Демид. Все будут дома. И никакой тут Германии не будет. Правда? Ну, спасибо. Все пройдет, прошумит, как пурга. Это ты, Татьяна? Я, Демид, Татьяна. Тебе плохо? Заспевай мне, Татьяна, калятку. Калятку? Эгэ. Может, я умираю? Так хочется спать. А тут же ж Рождество. Гости придут. Иван с девчатами, да? Да. Иван, заспевай мне про нашего Ивана. Про Ивана добрый день. Орлюк. Орлюк. Старший сержант Орлюк явился по вашему распоряжению. Задание получили? Так точно, ваш генерал? Это задание Орлюк имеет исключительное значение. Его успех это не только наша победа. Это сохранение тысяч людей. Завтра мы потеряем приблизительно. Я, ладно, не буду предрекать. В общем, многое будет зависеть от успеха вашей разведки. Поняли? Так точно, ваш генерал? Я ее поручил вам. Будет истинно. Первое условие. Вы это должны сделать своим отделением сейчас же. Действуйте ножом, швяком, чем угодно, но ни единого выстрела, ни крика. Поняли? Полнейшая, так сказать, химическая тишина. Языка приведете? Есть. Я еще приказываю лично вернуться живым. Есть. Приполнить тихо и привести языка. Все. Разрешите выполнять задание? Идите. Сержант Орлюк. Орлюк? Есть, сержант Орлюк? Вы меня помните? По точью. И сразу же узнали. По точью. А почему не сказали? Виноват, выреженерал. Нехорошо. Ну все же. Я бы вас сильно ругал. Мадерил? Было всяко. Хорош. Несет раннего командира дивизии, ругает его по-матушке пять километров. Виноват, товарищ генерал. Я тогда не видел, кто был. Вижу только кадр. Так вы ругать? Нет, вы сами стали кричать и лаяться. Так я работаю, чтобы вы меня утопите в нервном состоянии. Ну? Ударил по голове, чтобы уснули. Чем ударил? Кулаком чем? И уснул. Точно. Хорош. Пласть тащил? Точно, потом на себе. А за рекой уже вдвоем тащили. Этот раненый парень, который мне потом помогал, лейтенант. Он говорил, что он ваш сын. Виталий. Точно. Нет уже Виталия Орлюк. Ну ладно. Вечное тебе спасибо, брат. Как говорится, гора с горой не сходится. А человек с человеком сходится, товарищ генерал. Разрешите выполнять задание? Иди, солдат. Выполняй свой долг. Крышка мне сейчас или нет? Крышка мне сейчас или нет? Нет. Я очень молод. И мне свойственно больше думать о смерти врага. Вообще я могу думать только хорошим. И сон мне приснился хороший. Правее. Ага, есть правее. Так. Только хорошим. Я их убиваю, это да. Это я себе представляю точно. Смотри на часы. Двенадцать ноль ноль. С Новым Годом, граждане всего мира. С Новым Счастьем. Пишут. Написать можно все. Счастье умереть в бою. Какое счастье? Не надо мне такого счастья. Ты мне махорки дай. Сколько душа моя требует. А без махорки я не воин. Растудит твоих. Герлинг и Геббельс, Риббентроп. И весь мировой фашизм. И енотки дают. Сто грамм. Разве это дело? Ты мне один раз в три дня дай. Ну, чтоб я почувствовал, познал самого себя. А тут метет. Прости, Господи. Ну, где ж ты тут фашистская наволочь? Где? Ветер и ветер солдатское. Счастье заслыни меня от врага метели. Другой день и страшный ползунь от ненавистной цели. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Да. Ты вижу сточек. И вообще-то. Не дай бог. Привозь. Заводим. Благословите, мам. Тихо. Воевай, братинки. Не послухався. Добре ж робил. Воевать, кров проливать. Разрешите доложить, товарищ генерал? Какас выполнен? Добро, добро. А где Орлюк? Ах, это ты Орлюк. Дайте ему вина. Тишина полная, товарищ генерал. Ух ты, что ты, что с тобой, ранен? Нет. Проки. Зови Татьяна Мороза, да давай вечерень. Садись, Иван, садитесь, дочки. Мороз, мороз, иди к утюисты. Мороз, мороз, иди. Мороз, мороз, иди к утюисты. Украина горела от Дона до Днепра. Высокие пожары долго освещали Днепр, от Болезских верховьев до самого Запорожского низа. Разбитые в жестоких боях откатывались за Днепр громадные гитлеровские полчища. Под сокрушительным натиском грозного советского оружия отступала гитлеровская Германия со всеми своими сателлитами. Во всеоружии военного опыта, добытого под Москвой, Сталинградом, Воронежем, Курском, Белгородом, Харьковом, на Дону и в множестве других сражений, Высшей советской армии над Днепром. Днепром. Это я здесь купался. Это моя река, правда. Это мой берег, смотрите, вон там напротив, как раз на горе, вы видите? Груши и вишни, то мои, а за вишнями хата моя. Груши и вишнями хата моя. Груши и вишни, ты Phi-пу! Груши и вишнями пашты, ты прихомин. Груши и вой commerся. Груши и уже, кей. Груши иего. Хватит. Груши. КОНЕЦ Все, начинаем. Остался один час. Забудьте на это время приказы, трудности, всю суету, прозы, весь механизм ойми. Идите к солдатам и скажите им самое главное. А главное сейчас это доброе слово. Я знаю, их не нужно ни убеждать, ни заставлять. Перед ними Киев. Но Днепр от этого не мельче, враг не слабей. Это Великая Ночь. Поэтому не бойтесь великих слов. Меряйте жизнь и смерть большой меры. Скажите самому простому рядовому советскому человеку, солдату, тому, которого деда и прадеда их вымаливали себе у Бога, за копеечную свечку, крупицу бессмертия, скажите ему, что вечность сама стучится к нему в грудь в эту ночь. Идите. Солдаты Великого Советского Союза, форсируем Днепр. Тысячу лет тому назад здесь принимали крещение наши предки. Сегодня в эту священную реку погружаемся мы. Это Великая река. И хоть мосты все взорваны, мы будем от нога на том берегу. Так повелела нам Родина. Смерть фашистским обманом. Чего же нам пожелать в эту ночь? Что завещать нашим потомкам? Завещаемым, братья. То есть я хочу сказать, если наше время пришло, значит завещаем бессмертия. Смерть фашистским обманом. Значит, разъясняю. Перед нами не просто тот берег Днепра, перед нами, так сказать, тот берег судьбы. Все. Первую ладью идет, сержант Орлюк. Не оглядываться, раз. Полная тишина, два. Смотри, Вова, три. Давай. Смотри, Вова. КОНЕЦ 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 Поздно. Придется отрезать руку. КОНЕЦ Отрезайте скорее. Нет. Лучше отправить в тыл. Режьте скорей, я Следующий Как ты себя чувствуешь? Ничего Хорошо Скажите, доктор Жить буду? Жить? Обязательно, а как же? Стойте, доктор Перевязка Уже не нужна? А? Так вот Где я? Перевязку Жить хочу Давайте Перевязку Все, что полагается Вы думали Что я уже умер? Перевязку Давайте перевязку Жить Хочу Вы думаете Нам удастся его спасти? Он уже сам себя спас Ржите так Ну держите, черт возьми Ну Ах, посмотрите, какой красавец Какая грудная клетка И что такое А ноги какие А шея А походка какая Вы видели, как он вошел? Стройный как бог Тамфору Так Прекрасно Ах, какой юноша Вот смотрите Какие мускулы Как он вошел Ну как же он вошел? Он был лежачий больной А что вы понимаете в этом? Курица Не смейте меня оскорблять Просите Ну откуда он излег эти силы? У него уже не было пульса У него была воля Держите Вы думаете, он будет жить? Он будет жить больше нас с вами Держите так Поверьте мне, он сделал для своей жизни уже больше, чем мы делаем сейчас Винт Вы выиграли генеральное сражение почти без всяких средств для победы Благодарю вас Вы научили меня жить Я преклоняюсь Бедблагородством вашей воли Товарищи, товарищи раненые, освобождем Киев Ура! 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 Я стрюц, будь в воде! Отдадьте немного, что я его на Орлюк Держа Ура, моя станция Будьте здоровы Будь здоровы Товарищи мои Будь здоровы, Орлючи Троняйся к нашему, его доволю и все подыдем Не засихывайся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Хорошо, постараюсь. Только дайте мне немного подумать. Я ли это? Неужели это я? Как хорошо. Как же это славно, что я такая. Какое счастье, что я не гнию в яме, не томлюсь в рабстве, что я жива и такая. Ой. Город какой-то забрали, да не расслышала. Какой? На базаре была. Какой город забрали, кто говорил? Ты продала шраса, туда купила вот гвоздики-то маку. Да вы, тетя, оглохли, глухая. Э, хай, думаю, цветет. Люблю, когда во вроде цветет. Помню, говорила моя Марта, сей свит, як макев цвет, с ранку цвете до вечера упаде, вот так и все. Вот аж, как стала Германия, так они что, партизаны, да давай фашистов стрелять. Твои уже эти орлюченки. А я уже их в челне возила биться, партизаны же этих. Да видно, не судила с ним на сей раз добраться до берега. Прострочила пулеметом всех дайдировала. Одна только я устала, жива. Да сразу не вижу, что они мертвые, договорюющие. Ой, не шатайте, че в них, косыночки, не шатайте. А меня схватили, да, на допрос. Мокрую, битую. Только я им говорю, не спрашивайте меня, я вам ничего не скажу, так вы мне противны и отвратительны. Убивайте все одно детей моих убили, чтоб вам бить всю дорогу, чтоб вас в стране вляли. Вот так-то, голубенька, чтоб ты знала, с той поры я и стала глуха. Заговорилась, я с тобой пойду огород копать. Давай, шевняюсь, поеду. Там, я ее тетя в сундук замкну, чтоб мои дети и внуки смотрели. Так они аж некрасивые, шо они там увидят, дырки разы? Он многое увидит. Забыть надо, чтоб не отравляла души. Выкинь с головы, да думай о красивом да хорошем. Ост уже едут, вылетуйтесь. Ульяна, товарищи, вы только посмотрите. Нет, вы только посмотрите. Картина возрождена. Поехали. Ой, дайте ж поблагословить детей. Ни батька у них, ни матери, ни акбелин. Нет, не одни, тетушка. Такого товариществу пожелать будь всякому. КОНЕЦ КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 Бессмертие народа и личного блага. Бессмертие народа и личного блага. Свидетели. Дайте вина молодым. Поцелуйтесь. Молодым, ура! Ура! Я не знал ваших родителей, Ивана и Ульяна. Они были мутеники. Они были герои. Они были советские люди. И я, родившийся на Волге, преклоняюсь перед их красотой. Ибо только красивые люди могли воспитать на Днепре таких детей. В великое время подали вы друг другу руки Ивана и Ульяна. Мы побеждаем самую могучую, самую темную силу фашизм. Знаю, долго будут народы щупать наше оружие, считать наши раны, сиять от благодарности или кочанять от ненависти. Гордиться будут нами, бояться будут нас, пугать нами друг друга, зарабатывать капитал на наших несовершенствах и преуменьшать нашу победу и кровь. Творите детей молодые. Постигли вы грозное искусство войны. Постигайте искусство жизни. Будьте щедры на любовь, на крики рождений. Напомню, Ульяна, что и волчица рождает детей своих, и вырастают они волками на земле. Великое дело матики родить человека, но величайшее дело родить и воспитать не волка, а друга, не хищника, а брата. Кто, как не мы, постигли это, совершая свой исторический поход, и видя на каждом шагу, как жестоко обидела война. Советскую мать. Не в солдатских чоботах и не в серых шинелях являлись вы девушки в мечтах нашим юношам. Верно! Лучшие одежды и лучшие упоры рисовали седюн на мочам. Только история судила иначе. Она одела на ваши девичьи плечи жесткую одежду воинов. И не музыку послала вам, а грохот орудий. И не цветы, а пламя пожаров и трупный смрад вместо парижских духов. Возлюбим же нашу русскую шинель и никогда не забудем, как проходили мы в ней по дорогам войны. Как проносили свои знамена. КОНЕЦ 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 Я не фельдмаршал. Вы же были убиты, господин фельдмаршал. Нет. Я сам видел вас перед смертью, господин фельдмаршал. Я не фельдмаршал. Вы ошиблись. Вы бежали с маршальским жузлом по этому жизненному пространству. И потом... И вы упали. И... Ах, у меня заболела голова. Ах. О, дети Германии. О, сироты и вдовы великой страны. Генерал фон Бреннер стоит по колене в грязи. Водянистые глаза и валишённая проблеска мысли устремлены назад, на пройденный кровавый путь до самой Волги. Сколько погибло умов, сколько работящих рук в расцвете сил, какие мастера, умельцы, какие таланты укрыли своими трупами землю на тысячи верст. Печальная слава. В середине 20 века, когда всё уже есть, чтобы превратить всю землю в рай, всё созвездие её народов, больших и малых, что сделали с Европой ваши павшие отцы, отравленные мёртвой идеей фашизма? Если прошлые мировые войны ничему не научили ваших отцов, прозрите хоть вы при свете горящих своих зданий. Ничего, кроме горя и руин, не добыть ни вам и никому уж в мире с помощью угроз и военной авантюры. Инвалидия, батя. Действительно, ты, сынка, инвалид. Болить по ночам проснулся, хватит, пусто. Ой, горенько. Инвалиды, сынка, разные, как и всё на свете. Есть даже инвалидство от трусости. И от горилки есть. Не злите меня, батько, я в атаку шёл. Да это всё равно, в атаку, не в атаку. Война кончается. Это Белгородская дуга, понятно? Да хай будет дуга, только ты её поменьше выставляй, чтобы людям не было стеснительно на тебя глядеть. То есть как это так? Так, не утруждай людей. Людям и без твоей дуги трудно, сынку. Да, что поблагодари свою судьбу, да и кульгай себе деликатно. Не пьянствуй, не кричи. И воздерживайся от сочинительства. Почему? Потому что от ранений до брехни расплюнуть по себе знаю. Конечно, горе, что тут навалить. Какое горе! Счастье! Живой вернулся! Почему же со своим счастьем? Счастье, счастье. Отечество чуть не погибло. Надо ж кровь проливать. Мама, доченька, Мария, жива или я сплю, Мария? Я, мама, матушка моя вернулась. Люди! Мама, здравствуй. А Павло? Не слышали Павла? Не вернулся Павел? Дома. Павел. Дома? Где он, Павел? Стоит на площади. На площади? Чего? Тебя ожидает. Уже ли я встречала? Не видела. Я шла низом. Боже, как же он, не раненый. Целый. На войне был. Бился долго. Кем был? Капитаном. Капитаном? Да что ты, мама? Или героем уж не помню. Люди говорили... Побежала. Иди тихо. Не пугайте, мама. Тихо иди, Доню. Набирайся сил. Да что ты, мама? Я иду. Как бьется сердце. Страшно мне, Матуся! Что это, Матер? Что это? Ой, Матер! Страшно мне, Матер! Спасите! Это же песня, это песня. Зачем? Я скажу свои слова. Таких слов, как у меня нет ни в одной песне. Всего нельзя сказать. Я знаю. Но я соберу все силы, всю печаль, всю муку. Скажу. Где же это он? Почему я не вижу его? Павел, обзовись! Это пришла из неволи твоя несчастная Мария Полонянка. Жена принесла тебе срам свою муку. Дитя неизвестного отца. Убей на собоих и пожалей-то ли ты герой? Где я? Павел! Свет и смерть. Где ты, красавица, ласточка моя? Пожалей меня. Где ты, броди, с другими гуляешь, черная моя сестра? Ребята, люби, усмехнись у меня. Не хочу я жить. Павел! Павел! Утешься, женщина. Пока есть молодость, исполни свой закон. Пусть плачет надо мною матери на старость. В чем мой закон? В чем утешусь? В трудах, в любви, в детях. Где я найду? В добром течении добрых времен. А если нет их там для меня? Ведь нас такое множество. Тогда возвеличь себя в страдании. Нет, не могу, не хочу, не сумею. Я немощная, мала для страданий. Я не умею думать о великой. Других путей не знаю, их, пожалуй, нет. Ты правду говоришь, великий мой герой. Я не великий и не герой, но я трудился для родины в великое время с великими людьми. И вот я, бронзовый, стою на страже поколений. Ты помнишь, сам я мало думал о великом. И говорил я некрасиво, и шутил иногда неумно. Ты всегда над всем смеялся. Я действовал и был все время занят. Мало любил тебя. Хоть и рожден был для любви и мира. Мало ласкал. Порой забывал совсем. В походах пил и жалость гнал. Был я суров и часто даже груб, чтобы не расслаблять себя среди проклятий, криков о пощаде, трудностей и прочее. Клятвенное было мое время. И я выполнял свою клятву, пока однажды не разлетелся в кровавые клочья. В ночь? Нет. Мое страдание было мгновенным. Я наступал тогда. И враг бежал передо мной. Так и передай своим детям. Бежал мой враг передо мной. Бежал. Какое небо, Иван. Смотри. Кончилась наша война. Нет. О, нет. Какая громадная, невероятная жизнь. Какая война. Да. Мне все это кажется сном. Мне? Мы со мной прошли столетия. Да. Помнишь, я говорил тебе не раз передо мной о своей жажде жизни. Да. Мне всегда хотелось как бы раздвоиться. Разорваться на случай с тем, чтобы каждая моя часть жила и творила, и познавала разные хорошие. И чтобы все это был я. Помню. Тебе ничего не жалко уже там? Нет. Ты любишь меня. Я люблю тебя. Я люблю в тебе все. Люблю землю, по которой так много прошла. Люблю небо и воздух, которым ты дышишь. Милый мой. Милая моя. Я люблю тебя как хлеб и мед. И как воду. Я закрываю очи. Говори. Я много убил. Не надо. Не буду. Я ведь сам тоже весь в ранениях. Нет, нет. Ты говори, о чем ты думал. Я думаю, вот мы снова с тобой самых основ в жизни. Весь самый главный труд у нас. Вся красота, как увечают художники. Все восходы и заходы солнце. Все травы, цветы. Все, что дорого и мило живому человеку, все это теперь наше. Роса вечерняя и утренняя роса. Роса? Иваночка, как я люблю утреннюю росу. Многие люди не знают росы. Ничтожная. Ей не нужна роса. У них другое счастье. Посол солнца им тоже не нужен. Они никогда не ступали поросе босыми ногами. У них тонкие, злые подошвы. А я бы заставила их ходить поросе. Это невозможно пока. Почему? Это очень дорого. Но это будет. Человек возвратится на утреннюю росу. Вокруг него будут цвести сады. А в цветущей саду уже невозможно не только убить, но даже брониться. Правда. Я помню. А сейчас не роса человеку, а крыша нужна. Не надо мне крыши. Я хочу спать с тобой под небом. И видеть. Зорь. Кто это? Не являйся. Я Святославкой. Вы сон? Нет, нет. Разве может присниться человек человеку через тысячу лет? На этом месте, да. В старой береге. Вон там стояли мои чумны. Но ведь прошли такие годы. Столетия прошли. Они сошлись в линию твоей постели, сведения минувших времен и в предыдущие годы. Понимаю. Не могу понять. Иван, ты спишь? Иван. Какая древняя трава, так же парня, в те же зори и дневный стар уже тогда, когда я уносился мой сын в Дунай. Иваночка, это ты? Что ты? Ты спал? Нет. Нет? Я думал в Дунай. Ой, когда? Скажи, когда это было? Да. Не знаю. Я сплю. А что ты сказал, Иваночка? Что это было? Это было чувство. Только это сон. Разве может вам приснится один сон? Обними меня. Обними меня. Боже, как хорошо. Какие зори. Какие мы с тобой счастливые. Но нельзя же быть такими счастливыми. Поднимай высоко. Чтобы все потомки видели. Ульяна Васильевна. Ульяна Васильевна. Ульяна Васильевна. Ульяна Васильевна, позвольте поблагодарить вас за освобождение из-под немецко-фашистского герма. Скажите, это вы замазали в учебниках портреты? Я? Так я должен. Тут ужас что делалось. Сначала я думал... Нет, ничего, клянусь честью. Тот, как его... Это ж... Вы поверите, я чуть было не сбежал к партизанам. Ну и что же вам помешало? Ну так как-то ведь не тот, не убежишь. Вы не знаете фашистов. Это такие ужасные враги человечества. Я плакал, я их ненавидел. Саботировали, чинили вооруженное сопротивление, учили стойкости учеников, родителей. Это что, это суд? Сегодня судится весь мир. Все народы, вся философия, история, политика судится настоящее с прошедшим. Человеческое, героическое, с ничтожным и преступным. Да кто-то, позвольте, я... Кто вы? Для чего вы живете на свете? Скажите, что вы несли вы страшного смысла войны? Что вы делали здесь? Но вы не знаете, что делалось тут. В мире творится что-то... То, что здесь творилось, не повторится никогда. Это было время героев и мучеников. Как жалко мне, что не стали вы ни тем, ни другим. Всю жизнь вы проходили на цыпочках. Ульяна Васильевна, вы убили фашистов? Нет, дети, нет. Я не убила. Я только спасала наших солдат от смерти. Тарас тоже убил двух. Трех! Какой, Тарас? А фашисты были? Они убили и нашего отца, и его отца, и деда, и Гайку зимой. Пришло четверо офицеров. Поужинали, сели играть в карты, напились. Он бомбу с печки прямо под иконой. А теперь, когда я вырасту, я буду Тарасова. Вот не видал. Слушайте, дети, сегодня великий день. Наши войска очистили родину и бьют врага на его территории. Мы не будем заниматься. Сегодня мы поговорим о том, что мы будем делать, когда вырастем. Я хочу спасать раненых. Я милосердная сестра. Так, а ты чего хочешь? Я хочу хлеба. И я хлеба хочу, а я хочу автомат. А я плакать хочу и хочу есть. А Вася Ступак будет жениться. Я сам скажу. Ты хочешь жениться, Ступак? Думаю, жениться. Сколько вот живу на свете, никогда не думал, а сейчас думаю. Но ведь ты маленький. Сколько тебе лет? В тринадцатой. Венца и батька убили, а мать повесили потом. А у меня двое малых. И корова скоро отелится. И огород же надо обработать. Только я вот думаю. Возьму себе сироту и начну жить. Я, конечно, понимаю, что я еще не вырос. А не пропадать же детям. Или уж обождать. Не знаю. Теперь колхоз ведь не позволит мне пропасть детьми. Как вы? Никогда. Колхоз не дал погибнуть государству Ступак. А тебе тем более не даст. Мы придем к тебе сегодня же домой. И все устроим. Так что не жениться? Не надо жениться. Учиться будешь. Ты ведь хочешь учиться? Нет, не должен. Почему? Так. Но ведь ты выучишься и можешь стать великим человеком. А батька мой ученый не был, а был великий человек. Я знаю. Батька твой был великий человек. Он был организатор, голова колхоза. И был он партизан и великий коммунист. Но если бы он был ученый... Мелки! Мелки! Гордея Ивановича Павловича, откройте. Пропал. Боже мой, я вас не знаю. Гордея Степановича, ради бога. Я не знаю вас. Это я. Я не знаю. Грибовской. Я с вами не знаком. Это провокация. Я занят. Слышите? Откройте дверь. Слышь? Дверь открою. Убью. Гражданин, остановитесь. Подсудимый Грибовский. Подсудимый Грибовский, отвечайте. Подсудимый Гражданин, подсудимый Гражданин, вы узнаете этого человека? Нет. Не признаете, что это агент фашистской разведки Грибовский? Нет. Подсудимый Гражданин, подсудимый Гражданин, подсудимый Грибовский. Да. Не знаю. Не видел никогда. Свидетель Мандрека. Я? Тот, как я. Имя, отчество. Горгий Павлович, майор. Майор? Да, год рождения. Так, позвольте, 1910. Профессия? Учитель, разница. Где были при немцах? Клянусь, нигде. Здесь. Иван Дмитриевич, разве я? Признаете ли вы подсудимым, который врывался к вам в квартиру украинского националиста Грибовского, который вместе с палачами уничтожил треть нашего села, нашу школу, директора? Узнаете? Тот, как его? Вроде бы он. И не он. Так как-то сразу трудно сказать, да или нет. Вы спросите, людям же виднее. А потом уж я. Надо же присмотреть. Вот поплетает бережка. Свидетель Вирский, Павел Данилович. Я? Лет? 50. Профессия? Врач. На фашистских захватчиков работали? Нет. Вы бежали из концлагеря? Да. Вы заражали чесоткой людей в нашем селе? Да. Чесоткой, решаями, страховыми. Он спасал нас от неволи. Не спрашивайте много. Можно умереть от воспоминаний. Успокойтесь. Вы на трибуне свидетелей. Я не свидетель. Мир, о котором вы спрашиваете, он свидетель. Товарищ прокурор, конкретнее. Вы узнаете этого человека? Кто этот человек? Это не человек. Грибовский? Нет, я не знаю, Грибовский. Я не знаю, Грибовский. Я не знаю, Грибовский. Идите, расстрелим их. Спасенных. Полэна Ступакова? Я. Лет? Двадцать четыре, ровесники. Вдова? Убили ж Андрея, партизан был. И детей двоих убили. И батька моего Андрея. Вдова и сирота. Кругом вдова. Вы были расстреляны? Была. Я была. Почему вы все время усмехаетесь? Не обращайте внимания. Я не владею своей усмешкой. Вам не смешно сейчас, гражданка Ступакова? Вам хочется плакать. Робы чего-либо хочется. Работать. Ничего. Мы с вами еще поработаем. На удивление всему миру. Только не надо смеяться. Прошу вас не смеяться. Да я же не смеюсь, Ваня. Я плачу, как и ты. Да прочьите меня. Все. Я все скажу. Минутку. Прошу. Подсудимый Шреддер, встаньте здесь. Подсудимый Шреддер, скажите, входило ли в планы вашего правительства уничтожение всех сепаратистски настроенных украинцев? Я Грибовской. Эдуй! Ох, ох, хитрый. Тут-то я смотрю, будто это он. Это ж какой плохой человек. Ужас. Скажу. Все скажу. В каких иностранных разведках вы состоите на службе? В немецкой французской. Подсудимый. Подайте название разведок на записке. Какое было ваше последнее задание? Организовать в тылу диверсионную группу. От кого вы получили задание? От Шреддера. Подсудимый Шреддер, вы подтверждаете? Нет. Впрочем, да. Почему впрочем? При виде этого зубъекта, мне хотелось бы отрицать все решительно. Иван, скажи ему, чтоб был он проклят. Убийца ты! Жестокосердный изверх! Как носит тебя несчастна земля! Вы унизили звание человека. Я персонально не принижал. Вы лжете! Вы вели себя на нашей земле не как офицер оккупационных войск, а как убийца. Это вопрос политики. А политика свободна от морали. Это война и всеми действиями в ее орбите. Ничи сказал, война вечно и нравственна. Нет. Она не вечно и ненравственна. Она исчезает вместе с вашей темной силой. Вы смеете здесь отрицать свои злодеяния? Нет. Я только хотел сказать, что действовал не только в силу присяги, а на основе учения... Вот, судимый Грибовский, на основе какого учения вы действовали? Во имя чего вы лгали? Провоцировали на измену, на продажу Украины, нашей нации, в рабство, на погибе. Подождите, я все объясню. Когда я с ними пришел на Украину, я понял, что я чужой. Я действовал под страхом смерти, злобы, мести. Постойте, я все скажу. Все. Листовки бросаю! Стоять кураманов! Шесть танков подбел! Стоять кураманов! Послушайте, везти. Надоело слушать всякое падло. Довольно. Работа стоит. Народ не интересует ваше пристание. Народ занят! Шесть немецких танков уничтожил Лос-Сын нераном бою на границе. Шесть танков, а? Тише. Только лучшие силы нашего народа, Для которых нет ничего в мире выше защиты Отечества, Только такие люди способны творить такие чудеса доблести. Недалеко время, когда враг будет разгромлен. Спасибо вам, отец героя. Военный совет фронта. Вот он, и Роман. Что вы скажете, Семен Власович? Не знаю. По-моему, это агитация какая-то или брехня. Как же это так, что так вот шесть танков? Что это вам? Крыжаки в болоте? Ну, какой же хрен тогда их ковать? Эти танки портят железо, если так вот... Это уж не наше умораспоряжение. Выходит, так. Ну, что? Если так, тогда так. Пускай будет. Я доволен. Здравствуйте. Как лобода. Как бухало. Ничего, сражаемся. И лобода, и бухало. И горкавинки батька, и сыны. А мы его Апанаса не видели. Апанаса вашего, извините, тетушка, уже нет. Нет Апанаса. Или в качу фурно немало. Но правда, что ты сам побил там что? Шесть танков! Шесть танков! Что? Бутылками? Поэтому и попробуй, что за бутылки. Ты тогда горит. Прорвали же к окопам. Так я тогда вторую. Горит. Я бегом по окопу. Бегу, бегу. Третий уже через окопки. Раз. Горит аж гудет. Так я тогда бегом к товарищам. А он не давай меня целовать. Стой, говорю, дорогие. Не целуйте. Давайте, говорю, скорей бутылки. Да за бутылки, да туда огонь его забери. Не брешешь? А что брехать? На людских жачах что происходило? Ну, а как же ты их там бросал? Как командир учил. Прямо назад. На гуз. Слабенький гуз, что ли? А сатана его знает. Да забыл. Пиджак потерял. Пиджак? Да. Да там же пришлось снять для размаха руки. Так разве не унесло куда-то огнем или гусеницами? От досада. Говорил же тебе не бери пиджака. Не бери пиджака. А теперь покрутися без пиджака. Воя. Ну, батько. Да то война. Народное дело. Тут уже кому какое счастье. Легка година. Такой пиджак погубить. Ну. Надо радоваться. Бог с ним. Пожалуйте обедать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Стой, человек, вот твой мир, вечный и прекрасный, и ты в нем живешь короткий свой миг. Радуйся, добрый, отдохни от повседневного, обыденного, мелкого, смотри. КОНЕЦ Нет, не прекрати. КОНЕЦ Любви и труду и драгоценной крови, пролитой во имя свободы и братства народов, во имя постижения главной тайны жизни на тебе, тайны нашей человеческой всеобщности. Мы твои дети, и мы твоя мера, ты прекрасна. Какая красота. О чем ты думаешь, скажи? Ты хотел бы здесь жить и теперь, при книгине Ольге, Ярославе, при Хмельницком или же через сто лет? Теперь. И я. Ведь мы по существу отстояли все прошлые столетия. Слушаю историю, минувшую и будущее. Ты счастлив? Да? Да. Я счастлив тем, что не стал злым, что буду жить без ненависти и страха, что понял свое место на земле. Вот в этой горстке колхозного зерна. Вот в этом вот право больше смысла, чем во всей фашистской истории. Ты заметила, как сеет? Заметил. Вот он идет. Над войной наш народ. Это бессмертные слова твоего отца. Какая битва может сравниться с этой картиной? КОНЕЦ 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 Уля! Что с тобой? Ты же в бои ходил. Иваночка, то совсем другое. То была война, а это жизнь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ